– Алло, доброй ночи, Валерий Леонидович, ну что по игре? – Ну, что могу тебе сказать, но не получилось, но игра не получилась, в общем, но я им ставлю пятерочку за характер, за то, что я обычно об этом всегда говорил. Зубы показали, характер – это много стоит, молодцы, ребята. В игре, да, много не получалось, но я заметил, что если бы они не показали характер, может ты со мной согласись, может быть нет, конечно, «Спартак» игру проиграл бы. Но за счет самодачи, за счет громадного желания, ну, вытащили ничью, молодцы. Даже были моменты, где можно было бы на контратаке поймать. Но, видно, все Йонок уже и у Зелуиша, и у Хани не хватало на последние рывки такие примерно. А, в общем, молодцы. Это дорогого стоит, когда люди показывают характер и на зубах вытаскивают дачку, да, взяли, но, во всяком случае, никакой камень в огородах я тебе не собираюсь. В первом тайме играли Ломовицкий Таше, потом появились Ханни и Еременко. В игре какая-нибудь осмысленность после этого появилась, что-нибудь изменилось? Ну, мне, мне, честно говоря, мне понравился Еременко. Он хорошо вошел в игру, один раз только ошибся в принципе, и помогал там, рассказывал. Молодец мужик тоже, что надо понять, что в возрасте человек, ну, нагрузку выдержал, у меня к нему претензий нет. Что касается рассказов, понравился, молодец парень, справился с работой своей, про Игнатова Ломовицкого воздержусь. Единственное, что скажу, старание, конечно, было намного больше и желание, чем старшинал МТУ, это уже много значит, а, в общем-то, ничего особенного они не показали. Я все жду от них более результативной и, честно говоря, агрессивной игры. Пока я этого не вижу. В Лиге Европы «Спартак» еще на что-нибудь может рассчитывать? Ведь отрыв вроде и небольшой, но три очка получается, но пока последнее место. Ну, как, если будут так играть с такой самодачей, рассчитывать можно. Потому что надо с Бордо еще сыграть, они примут у себя. То есть не с Бордо, а с Рапид Рейнджерс и Рапид Вилериал. Конечно, можно. Конечно, если не будут валять дурака, все устаканится, решат они, наконец-то, что будет у них тренер. И во всяком случае, я посмотрел сегодня, резерв, что у вас есть. Резерв есть. Но то, что я сегодня заметил, это только лишь мое. Конечно, ребята вышли, дрожали. Я удивился, в простых ситуациях много было ошибок. Передач поперек поля, некоторые передачи были вообще в отрез. Но, знаешь, это нервы. Это говорит о том, что нервничали, переживали, старались так лучше. Ну, ты понимаешь, одному залу вышел впереди, конечно, очень тяжело. Очень. Но, во всяком случае, до поры до времени он нагрузку выдерживал. А минут за двадцать до конца второго тайма я считаю, что он просто встал. Он просто устал. Потому что, я обратил внимание, он очень прилично делал рывки. И в первом тайме и во втором это, конечно, потом сказывается. А если брать общий фон команды, мне ребята понравились. Еще раз говорю, не игрой, как таковой, там они ничего особо не показали. А вот характер и самодачу – это дорогого стоит, еще раз могу повторить. Вот то, что я хочу. Если к этому еще прибавить мастерство, которое, конечно, у многих оно есть, то, я думаю, команда может заиграть по-другому. Но это только мое видение, может быть, я ошибаюсь. – Вчера попрощались с Масимом Каррером, было много болельщиков в последней пресс-конференции, но скандировали они негативные фразы в адрес Дениса Глушакова. Как вам кажется, у Дениса там есть будущее «Спартаке»? Наверное, его не скоро еще примут. – Я думаю, они надо принимать. Если он мужик, он должен из команды уходить. Его не принимает общество. Ни «Спартаковский», ни панк-клуба, никто. Он напортачен. Я читаю, я тоже сижу, не просто телевизор смотрел, я читаю внимательно за всеми действиями, которые появляются в СМИ про «Спартак». Уж больно уже вызывающие вел себя Глушаков и так далее, и так далее. Так нельзя, честно говоря. Я много раз об этом говорил, что твое дело на поле не только Глушакова это касается, между прочим. Не хочу фамилии называть, я их много раз уже слышал эти фамилии. Потому что, в конце концов, вы находитесь на работе, выполняете свою работу, а остальное будет доделать для вас тренер, который целиком и полностью отвечает не «Спартак». Я до сих пор говорю, сняли «Каррера» – не по делу. Да, много чего было, много он не прав, но можно было совсем все сделать по-другому – дать человеку доработать. Доработать до конца никакой катастрофы не было. Но это «Спартак». Это та команда, которая просто издевается и над народом, и над публикой, и так далее. Потому что, ну, сколько можно терпеть. А все идет от того, что, я говорю свое мнение, что эти руководители, как Фидун, абсолютно ни черта не понимают в подворе, а только понты кидают. И в команде происходят много раз уже непонятные разборки. А почему это происходит? А потому что, мне кажется, многие руководители и директора Лукойла поддерживают вот этих бунтовщиков. Так нельзя. Понимаешь? Надо требовать простой работы, нормальной, профессиональной. От футболистов, в первую очередь. А не от того, чтобы здорово работал тренер. Вот по всем вот этим показателям у меня такое ощущение, что сейчас любого встать тренера, и он должен обязательно подряд выигрывать первенство России. Иначе мы тебя с ними сработаем. Но это никакие ворота не имеют. Это я говорю еще раз свое только мнение. А насчет того, что какая судьба ожидает Спартак, трудно сказать, Влад. Трудно. Там много негатива. Я еще раз говорю. Если люди, которые любят футбол, я имею в виду звуководство, найдут защитников, найдут людей-бунтарей, то, ты знаешь, у меня на ум приходят вот такие вещи. Когда, мне кажется, если я не ошибаюсь, в 74-м или в 76-м году группа игроков сняли с работы Крутикова и Хусаинова. Они работали. Из великоланды класса Б. Там тоже были группировки. И черти что. Почему это про него? Я это дело проходил. Меня, правда, в команде тоже давно не было. Я играл, я оканчивал карьеру в Ярославле. Вот примерно то же самое. Один червяк может вармя 100 фигняков поднять из земли. Один червяк выглянул и сказал, ребят, выходите на свободу, подышим. Так и Спартаке получилось. Потому что я до сих пор убежден, что это был заговор против карьеры. Валерий Леонидович, я вот еще сегодня почитал удивительную вещь от Евгения Ловчева. Он сказал, что Глушаков порядочный человек. Но это его мнение. Это его мнение. Пожалуйста. Пускай слушают некоторые Глушакова, другие пускай Буманова, Третьего, Мостового. Я в данный момент говорю свое мнение. Понимаешь? Потому что если будем мы слышать Ловчева, то надо с новым завязывать, вообще-то, каждому. Человек, когда привел команду Спартак к чемпионству, господин Ловчев говорил, что это случайно. Это как вообще понять-то? Случайно прийти к чемпионству? Ну ты меня извини. Это можно... Я не хочу оскорбить Женьку. Я ему в глаза это говорил. И еще раз могу сказать. Был момент, я ему открыто сказал, ты поменьше ругай карьеру. А побольше все-таки надо ругать тех, кто делает игру. То есть футболистом. Ну, короче, стал чемпионом. Не надо об этом забывать. И выиграл Суперкубок. Да его мы ни хера ничего не выигрывали. Понимаешь? А то, что его, конечно, здесь портащили через такие вообще, откровенно говоря, огненные ворота, что врагу не пожелаешь, откровенно говоря. И его уже снимали с начала года. Потому что есть люди, которые, не буду называть фамилии, которые не хотели видеть карьеру на посту главным тренером. Ну, что же делаешь? Укажут свои вкусы. У меня вот такой вкус. Я до конца буду придерживаться своих взглядов. Но, может быть, я ошибаюсь. Еще один вопрос, Владимир Владимирович. Как вам кандидатуру Кононова на пост тренера Спартака? Положительно. Я уважаю этого парня. Я давно за ним слежу. Еще когда он тренировал Кубань. Краснодар. Или Краснодар. Давно. Оскоренно говоря, недавно совсем, месяца полтора, я общался с ним случайно. На телевидении мы встретились, поговорили. Я еще раз убедился, что думающий хороший парень. Во всяком случае, я не могу еще что-то про него сказать. Но он мне понравился. И как человек положительный, отрицательный, пока сторон, я не вижу в нем. Не могу про него что-то сказать плохого, потому что не могу сопоставить тренером Краснодара, Ахмата, где он тренировал, Арсенала и Спартак. Это абсолютно разные категории. Я еще раз говорю, Спартак это такая яма навозная, что не знаю. Еще надо суметь дать согласие тренировать эту команду. Все взвесить за и против. Потому что с таким руководством, который руководит этой командой, я не знаю, кто может вообще взяться рубить. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, во всяком случае, если говорить мы о футболе все-таки, не хочу трогать все остальное. Я считаю, что Спартак провел достаточно приличную игру. Жалко Краснодара. Вот видишь, тоже интересно получается. Да. Вроде все, команда на ходу играет за очень среденькой командочке. Очень средней. Поэтому выводы делать какие? Такие, что футболк-то наш такой стоит на грани. Посмотрел я сегодня «Зенит», я опережаю события. Тоже вырвали игру. Очень среденькой командой европейской. Бордау. Очень средней. Но это выиграла лучшая команда в России «Зенит». На то, что касается «Локомотива», вообще провалил. Вообще провалил Лигу Чемпионов. Три игры, три поражения. Еще комментаторы что-то там хвалят «Локомотив». Позор. Самая легкая группа. Прям группа «Локомотива» как Лиги Европы. Ну, конечно. Ну, конечно. И не набрать ни одного очка – это просто позор. Поэтому я еще когда обозначил, что эта группа «Локомотива», я же думал, ну, «Локомотив» все шансы имеет зацепиться за плей-офф. Еще подобного. Провалил с треском. Поэтому весь наш российский футбол, можно как угодно к этому относиться. Ну, ты понимаешь, страшно. Просто одна команда, которая более-менее на плаву, ну, это «Зенит», который выплывет к боевым вот сто процентов. А остальные – идите гулять. Ну, ЦСКА может зацепиться. Да и то я боюсь даже не зацепиться. Я про ЦСКА. Ну, я желаю успеха, что, может, за «Лигу Европы» зацепиться, за третье место. В общем, все встает на свои места. Как я и говорил, то приоткроем, что «Штурочку» в «Лигу Европы», и также за нами ее захлопают. И, ребята, вам здесь ловить нечего. Потому что все наши сильнейшие команды, вот они, показывают свой класс. А выводы делают нам, болельщикам. У каждого делает свои выводы. Понимаешь, в меру своей воспитывающей футбольной. Я делаю выводы такие. Клубный футбол наш бездарен. Это не говорит о том, что ЦСКА обыгрывает «Реал». Это вообще ни о чем не говорит. Я помню, был момент, когда Рубин одно время обыграл «Барселону». И что теперь? Плясать? Это футбол. Но в общем, если брать, конечно, стыдоба. А если брать сегодня «Спартак» и «Рейнджерс», сопоставить эти два клуба. Да, мы говорим, народная команда, там «Бардак» и так далее. Но «Рейнджерс» команда, она одно время с горизонта вообще ушла. Вообще ее не было видно. В четвертом дивизионе было. Ну, конечно. Поэтому я вот так начинаю так издалека просматривать по позичным. Ничего особенного. Очень слабенькая команда. Ну, среднего такого уровня. И «Спартак» с такими командами обязан играть. Но в силу того, что «Спартак» попал в тяжелую, атмосферную такую в команде явление, где, мне так кажется, еще интриги процветают, поэтому они сыграли. Вот как они могли сыграть. Дай бог, что все уладится, уста кажется, и «Спартак» войдет в свой ритм. Вот мое мнение. Спасибо большое, Леонид Ильич. Спокойной ночи. Спокойной ночи.